У нас четверо в семье, братья и сестер, и все военнослужащие. Я офицер, мой старший брат, капитан, две сестры, одна из них прапорщик, вторая старший сержант, зитя, все военные. У меня до этого и в другом полку служил, недавно только сюда перевелся. Экипажи тут у меня новенькие, в принципе, так сказать, моменты притирки экипажа мы уже прошли, работаем уже уверенно. Лично на моем опыте, не на опыте экипажа, а лично на моем, пока я служил в других полках, на данный момент 4 танка, все в основном 72. Экипаж, как бы пока еще мы на танчик здесь, к сожалению, не попадались, потому что это все работа ФВП дронов. Подойти к этим танкам даже на 10 километров к этому работе, но они еще в Ореховье. Вычисляют, летят, сжигают чуть ли не там же на месте, не подпускают танк. То, что до нас доезжает, это... Бывают пикапы, бывают Брэдли, бывает еще какая-то там французская ерунда, которая на колесах, американские вот эти вот колесные броневики. Ну, это, скажем так, на один зуб перекусить для танка. Разрываются они очень прекрасно от осколочного снаряда, просто металл разлетается, как щепки. Постоянно обстреливается, постоянно наносится огневое поражение в одессе, так, чтобы противник не имел шанса даже на передышку. Выезжаем постоянно на прямую наводку, выезжаем, в принципе, в сторону Работина, с дальности до противника, начиная от 230 метров, как я начинал, и кончая максимальной дальности 1200 метров. То есть, да, нервы щекотим, потому что это рабочая дистанция любого тура, любого РПГ, уже опыт появился, уже страх перед боем пропал, уже это как обыденная работа, как для гражданского человека, грубо говоря, просто проснуться и пойти на работу. Страха перед противником вообще нет, вот новенькие приходят, контрактники, которые только заключили контракт. Первым делом, даже если бывает такое, то, что не три месяца, а чуть поменьше их там в России обучили, мы их здесь в любом варианте обратно отправляем месяца на два, три обратно обучаться на танк. То есть, непосредственно тот танк, на который он попал, этот экипаж в полном состоянии, даже если там один человек пришел на веки, этот экипаж вместе со своим танком уезжает на полигон, и месяца три этот экипаж полностью готовится. Изучается и тактика ведения боя, и тактика обороны, как уходить от дронов, что делать, когда артиллерийская подготовка и так далее. Вплоть до того, что как правильно блиндаж должен выкопать, и сколько должно быть на нем земли, и какой снаряд он выдержит именно в таком виде. Нашим подразделениям к этому доставу очень-очень ответственны, серьезны, потому что это жизнь людей. А жизнь людей, она бесценна, особенно если это свои люди. Победа в любом варианте будет, конечно, за российской армией, это не обсуждается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова